В Дакаре участвуют не только КАМАЗ или Роман Брискиндов или Сергей Савенко. Здесь участвует очень много гонщиков из России. По мере возможности, когда мы их находим, отлавливаем и нам удается с ними встретиться, мы пытаемся с ними поговорить и взять их интервью. Сегодня мы будем разговаривать с Павлом Логиновым, который едет на автомобиле сайд-бай-сайд. Сейчас он нам расскажет, что это такое. Многие задают вопрос, что это машина или квадроцикл. Во-первых, это автомобиль. То есть мы едем в зачете автомобилей. Если посмотреть регуляшн, это категория Т3. Легкие автомобили, оборудованные мотоциклетными двигателями. То есть в принципе автомобиль. Павел, это ваш первый Дакар? Если нет, то как вы выступали в предыдущие годы? Мы четвертый Дакар. Четвертый Дакар. Как вы в предыдущие разы доезжали до финиша, не доезжали, как получалось? Как этот? Лучше идет и хуже? Нет, одно ощущение. Ну, я финишировал последний африканский Дакар, который был на африканском континенте. Затем Дакар, это был 2007 год. Затем Дакар переместился в Аргентину. Два раза я участвовал в Аргентине, не столь успешно. Поэтому Аргентина-Чили. Поэтому наша задача в этот раз, конечно же, финишировать. Это первая задача. А если сравнивать свои ощущения, что сложнее, лучше, хуже. Во-первых, я ездил на других автомобилях. Я ездил на не легкой категории, а на полноценных автомобилях. Более того, если первый раз я ехал на Nissan Patrol, то потом я уже ехал на такой серьезной технике. Это именно были заводские автомобили. Nissan Pickup. Подготовки команды до суд. Основная разница, конечно, с этим текущим Дакаром, это автомобиль. Это основная разница. И если говорить о его возможностях, они просто сумасшедшие возможности. Это действительно очень проходимая техника. Она очень многое позволяет. Но если говорить о его недостатках, я вижу, наверное, единственный недостаток – это недостаточная максимальная скорость. Она просто конструктивно ограничена возможностями трансмиссии. Это не более 120 км в час. То есть о чем это говорит? О том, что мы на какой-то качкастой трассе и в песках мы едем достаточно хорошо. На всех прямяках нас обгоняют. В общем, все, кому не лень. И получается, что когда тебя начинают, например, обгонять грузовики, это пыль. Это достаточно просто тяжелые условия получаются. Если говорить о концепции гонки, то что в этом Дакаре… Для меня Дакар самый сложный складывается на данный момент. Почему? Потому что мы мало спим. За прошлую неделю мы, наверное, спали в общей сложности часов 6, не больше. Мы каждый день приезжаем в ночь. У нас это связано было и с техническими проблемами машины. Ну и задача – каждый день доезжать. То есть второй этап – мы ночевали в пустыне. И выбирались только под утро и еле успели на старт. Затем у нас в нескольких этапах были просто технические проблемы. И мы въезжали в ночь. Доезжали вот так вот на зубах буквально до финиша. В 2-3 часа ночи попадали на бивак. А в общем-то уже в 6-7 надо стартовать. И вот такая усталость, она накапливается. Это вот первая такая часть специфичная этого Дакара. Вторая, так как мы финишируем каждый день вот так вот поздно. Стартуем мы в конце канала. И сами понимаете, машинка такая небольшая, колесики маленькие. И с трассой происходит просто… Ну, трасса разбивается таким образом. Мы стартуем последними. Вот когда проезжает головка джипов, это как бы накатывается траектория. Затем проезжает головка грузовиков. Вот эта траектория, она углубляется. Вот когда проезжают боевые технички, разрывается огромная колея буквально по колено. И, наверное, специфика вот этого Дакара в том, что я еду сейчас не на скорость, а просто для нас это некий триал, просто преодоление препятствий. Мы едем по вот этой траектории. По нашей задаче не свалиться в там большие вот эти вот треки, которые остаются от грузовиков, именно в большую колею. И приходится очень много объезжать. Это касается фэш-фэша. Вот места с фэш-фэшем. Фэш-фэш – это для публики, для наших слушателей. Ну, это вот такая цементная пыль тяжелой консистенции, в которую просто повариваешься по колено, как это зыбучий песок такой. На самом деле, вот этот фэш-фэш, разбитый грузовиками, в него нам попадать нельзя, мы оттуда никогда не выберемся. Поэтому мы едем такими галсами, пытаемся выбираться. Но это пока вот мои ощущения по первой части Дакары. Понятно. Вчера какие-то проблемы были или нет? Что случилось? Потому что мы следили в интернете, есть сайт, где можно... Смотрите, мы увидели, что вы на одной точке, по-моему, на пятой точке. Три часа. И дальше вас нету, нету, нету. Что произошло? Ну, проблемы у нас каждый день. Вчера были два... Вчера, да, короткий вопрос, да, были проблемы, короткий ответ. Вчера были два простых спецучастка, они как раз жесткая дорога, она не разбивается грузовиками. Мы ехали, как обычно, в конце, потому что накануне финишировали, в 6 утра мы только на Бивак приехали. Вот, опять не спали, опять сели с утра в машину и вот в таком режиме поехали. Когда мы увидели, что дорога достаточно хорошая, мы поняли, что сегодня, наконец-то, мы приедем вовремя на Бивак. Значит, заночуем, выспимся. И в этот момент у нас отвалилось заднее колесо. К сожалению, там была техническая некая проблема, не была ступичная гайка затянута механиками. Вот, запчастей у нас не оказалось, Т-4, это наша боевая техничка. Пока она пришла, пока мы подчинились, на этой жуткой жаре провели 3 часа. Опять въехали в ночь. На втором, вчера было два СУ, то есть вот на втором СУ стартовали в 9, не так, как планировали, там в 5-6, а в 9. В 9 уже темнеет, въехали в эту ночь. И столкнулись с перекрытием канала, то есть упала машина в пропасть перед нами. И, соответственно, там в жандармире и организаторы перекрыли дорогу, вызволяли Сергея Савенко из плена каменного. Соответственно, еще полтора часа. В общем, на Бивак мы финишировали в час ночи, на Бивак добрались в 2, в гостиницу я вот попал где-то около 4. То есть опять у нас вот возникла такая... Сегодня, да, высыпались, да. Вот сейчас пойдем еще немножко доспим. И, в принципе, чувствуем себя нормально. Знаете, организм стоит в такой safe mode. То есть, ну, конечно, тяжеловато, но мы себя готовили к Дакару, мы к этому готовы. Вот, но еще неделю надо продержаться. Ну что, вам удачи и мужества, потому что то, как вы бьетесь, мы следим, и тренды вызывают уважение. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.